привет зрители сейчас тебя ждут мой уход на сентябрь хотя сейчас уже 4 сентября но я приехала 2 и так получилось что могу записать только сейчас я решила что-то вот прям добить до конца что-то ну переходит из одного сезона в другой сезон у меня тут сладкие сны иван пена подписчицы лёночки хорошая пена очень вкусный аромат такой не сексовый на сны не похожа меня лично бодрит вместо гель для душа решила использовать жидкое мыло и гель для душа одновременно потому что ну смысле это жидкое мыло от эйвен эйвен сенсов тоже подписчицы лёночки за ее последние посылочки мне очень понравился аромат тут космический фиолетовый амбра чего-то там чего-то там амбровая лунно-каменная эссенция если правильно я так понимаю ну и в общем как жидко мыло он хороший к гель для душа его надо на губку много-много раз пшикать и он как бы быстро вспенивается но смыливается и смыливается и спенивается он наверно не рассчитан как гель для душа но мне так понравился по аромату что я его использую как гель для душа и как жидкое мыло я планирую все-таки побыть еще немножко в деревне поэтому принципе я думаю что его должно хватить нет у меня тут шампунчик где-то четверть осталось еще это она иная серия сочи фэшн в общем неделя моды в сочи она иная шампунь перед 40 миллилитров это у нас мустаева мастерская лисе мустаева я делал на нее отзыв на рекламент я ссылочку оставлю в инфобоксе закрепленном комментарии если интересно почитать хороший шампунчик в общем но я его использую в паре с бальзамом кондиционер для волос империи она иная и тут его ну чуть поменьше осталось а и в общем они мне оба нравятся я приехала начала и им принципе голову мыть хотя был момент что вот сегодня именно я мыла голову вот этим шампунем как бы чтобы побыстрее вчера тоже принципе мыла голову этим шампунем а по приезду вот этим на приехала рано утром волосы требовали помыть их душ принять и так далее а вчера я взяла выйду и что-то я встала сначала мне вроде волосы нормальные но я так умылась я очень сильно что у меня вот здесь вот были влажные волосы сейчас я тоже принципе умылась перед этим не стану где-то минут до 30 они тоже слегка влажные короче говоря я умылась так конкретно душ приняла что у меня волосы намокли на частично я подумала чем поеду с такими полумокрыми волосами расчесывать они вроде как уже и пышность потеряли думаю надо их помыть пока еду как раз по жаре до сохнут в общем с эмили шампунь кератин ламинария алантаин и он вроде как называется шампунь парфюм восстанавливающий шампунь для волос я вроде ему релс посвящала что-то еще спрей для волос от цемере мне как-то не очень подошел в итоге я его сестре предложила и она с радостью забрала и шампунь вполне ничего но все равно если вовремя не расчесать волосы то нужен бальзам точнее спрей вот этот вот для расчесывания ну как называется спрей для волос 20 в одном базе почти бальзам только виде спрея и вот после этого иногда мне надо хоть и там с этим кондиционером вроде все нормально но иногда вот чуть-чуть бывают спутанные волосы особенно если вытер их и забыл расчесать повремя они уже почти высохли его можно наносить даже на сухие волосы у меня еще есть за патиках гель для туши пальцам шампуни даже средства для стирки от базы и мне в принципе нравится косметика ее можно купить на в адрес и я отзыв по-моему оставляла не помню нарекомен писала на него дав или нет ну в общем если писала то оставлю ссылочки а вот на устаю это в принципе я писала отзывы так вот на это я точно писала за потому что это подарок от подписчицы леночки и мне что-то так понравился этот скраб что когда основу стал писать углы на рекомен с прошлого года то списаны прошлого года я написал не отдых тоже ставлю ссылочку то битекс белорусская косметика целушивающий сахарный скраб для лица и губ очень экономичный но правда он еще экономичный еще и потому что я большую часть лета провела деревне трудовая магнолия протеины кашемира очень классный аромат мне такой нравится но и он хорошо скобирует так я сейчас намазала на помаде лосейвановской помадой что-то она у меня со мной не сложилась а я так давно видать видать помадами не пользовалась что сижу думаю блин где-то ведь у меня было молочко потом вспоминаю что на уход то ведь надо еще какой-то молочком или еще что-то для макияжа а раз я решила в сентябре ну по возможности даю за то что вот ну немножко осталось а молочко для демакияжа пробиотическая для всех типов кожи для всех возрастов пробиодерм от бакс здрав у них все есть хорошие закваски я вот деревне делала себе йогуртики кефирчики на основе их заквасок в своей йогуртнице ну на канале есть обзор на продукцию бакс здрав на пробиодерму даже на ту йогурницу в которой вмешат деревне от номер номер 42 в общем я им стерла помаду и нанесла бальзамчик который как бы и блеск ну в общем участном не может он такой не совсем цветный по моему тоже леночка мне это дарила бурну ой за бодишоп я вспомнила что я начала писать на него отзыв на рекоменду у меня в черновиках лежит и так что-то в общем наступило лето лето закончилось наступила осень а вот она не там я специальную кисточку на него купил том что это мне неудобно его наносить под ногой забивается бальзамчик но он хорошо увлажняет приятный такой даже на вкус мне кажется тут клубничка какая-то в общем очень классно спасибо леночке и он у меня будет использоваться в сентябре но и боя в принципе вот сегодня поняла что мушки по большей части использовать дома ну или может когда так вот на выход а вот поехал сад пошел магазин или еще куда-то на сегодня на вайбер съездить от сада я вроде как более-менее освобождена но там не то чтобы особо что-то делать надо там выдали мне то что мою часть урожая его надо как-то разобрать а вот это кстати на него есть отзыв на рекоменд это бальзамчик для губ с маслом жасмином вроде как lb silk можно на озон купить может на вайбер стужить очень хороший мне нравится он приятный такой ароматик у него и хорошо увлажняет и я его использую по большей части даже иногда вечером перед сном вот просто улажнить губы хотя можно нанести мед главное потом слезать или главное потерпеть пока он на вас липкий и не слезать вот именно так подавать пока он питается global white fresh освежающий спрей для полоскерта свежее дыхание кусочного буты я не помню был у меня видео ухода на лето или нет но я приехала и поел чеснока вышел на улицу до магазина прыск а он со вкусом арбузика и я его использую такой малышка ну и подумала что теперь периодически буду использовать а потому на она показать я сейчас пользуюсь вот этим тоником как сюда приехала ну и вообще как приезжала его и в основном использовала этот тоник от фирмы парли можно я его пункта я покупала год назад фикс прайс сейчас нашу косметика парли продается на маркетплейсах на вайберис точно на разом может быть не знаю но вот что-то я покупала по шампунь я покупала кто у меня в деревне от парли оранжевый такой флакончик он как раз был свайберс это тоник с витамином с гиалуроновая кислота тонизирует освежает увлажняет тоник для всех типов кожи очень хороший тоник вот на жаркое лето на жаркий сентябрь когда кожа вот после умывания ну чисто так протереться чем-то хочется и больше ничего хороший тоник будет использоваться может он ведь даю за это может нет нету самопальный дезик я периодически сюда какой-нибудь эфирное масло добавляю сейчас не помню какое-то эфирное масло но у него освежающий такой эффект там фильтрованная вода и эфирное масло я на всякий случай достала ну как она стояла вообще на столе в уход ее сунуть гитокс витамин с сэром не ацидамин гиалуроновая кислота бетаин 30 миллилитров это увлажняющая сыворока для лица с витамином с такая тонень как водичка хорошая быстро впитывается ну иногда вот ну даже если жарко ну хочется чего-то такого бывают что надо увлажнить но самый прикол у меня в деревне кожа жирная вот здесь становилась сухая и я думаю что в принципе может быть я ее буду использовать здесь чисто хотя бы для лба мне кажется мне лицо загорелая тут приехал когда умылась очки одела так думал в зеркало смотрю чё-то с кожей не то не то чтобы я в деревне особо в зеркало не смотрела но тут как бы зеркало рядом с умывалкой а в деревне зеркало чуть-чуть отдельно от кухни мне тут еще живы это подарок от подписчицы кати на новый год я надеюсь что я его может доделаю а может и нет феоир не знаю как ну короче какая-то китайская косметика увлажняющие патчица с мантусом они вот так вот как ватный диск круглый разрезали вот посередине и сделали из него патч тоненькие такие очень хорошие мне нравятся я на них писала отдых на реке ссылочку на кайлаш я тоже писала воздух хотя есть отдельный обзор на кайлаш это очередная баночка кайлаш его я вообще у меня там другая побольше бочонок 120 грамм тут остатки у меня приезжала в прошлый приезд и забыла кайлаш ну как не взяла кайлаш а который заказала позапрошлая он в общем шел 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 и так и не дошел до меня свайберис и меня чуть болел голова был конъюнктивист и мне тетя отдала остатки своего старого я чё заметила вы первые кто это узнает потому что даже пока еще нигде не писала не жаловусь никому никуда я приезжаю из деревни и первый день ну там у меня конечно микрофон на меня направлен но возможно будет фоновый шум потому что я села писать когда никого все молчали а сейчас опять кто-то на улице кричит короче говоря ну думаю тоже привычно у меня видимо конъюнктивит проявляется как у меня есть конъюнктивит на солнце и конъюнктивит на пыль и на табачный дым и я приезжаю из деревни там воздух все-таки чище чем здесь хоть здесь и более-менее такой зеленый район у меня с вечера начинают на эти глаза с утра кадров просыпаюсь медики конъюнктивит и и он где-то двое суток идет потом проходит видать адаптация случайно потому что я вчера ехала с выдры я уже не могла у меня еще километров шесть осталось на веке пили я еще даже к соснову не подъехала у меня уже чувствуют гной вот чувствуется но хочется умыться и жарко так и день когда я приехала тоже утром проснулась в общем универсальная штука и для ухода нет аллергии от мигрени зубная паста лбсилк беленькая чем она тут была то на берегу еще или фиг знает утром и вечером бла-бла-бла с кальцием но в общем на все три средства у меня на реке есть отзывы просто такая же зубная паста только черная с углом у меня в деревне она вот ну где-то там одна четвертая не осталось от покончика здесь вот все-таки половина и она и пользую и мне кажется что белая паста на более густая чем черная правда обе паста не как бы жидкие но черная совсем уж как водичка это более густоватая так пенка у меня все никак не закончится может быть потому что она в городе а я в деревне как немножко осталось ну как бы немножко осталось в том плане что может быть она в сентябре закончится то батаре коз нежно очищающий мозг для чувствительной кожи для макияжа и очищение чисто очищение до макияжа ему как бы на нем не заметила тут 150 миллилитров очень экономичная мне вообще нравятся такие пенки мне похожую пенку еще подарила люлечка от иван пенка его на запачках стоит и еще одна пенка у меня какой-то русской фирмы тоже стоит там не то что в запачках я и начала она еще пока не не закончилась это у нас я вижу тут как бы дату жизни и до августа по ходу дела на 25 года но я надеюсь на все-таки раньше закончится она такая классная что может надо есть в общем она у меня будет в уходе на сентябрь на нее тоже есть отзыв такси на это счастье тоже есть отзыв это крем для тела богема от наличие мустая мастерская леса мустая вот сейчас когда жарко я понимаю что для меня этот запах немножко такой ягодный он чутка удушающий для меня он хорошо увлажняет кожу она смягчает там все такое но он у меня когда тут сейчас он идет у меня как крем для рук как крем для ног но иногда как крем для тела но я чувствую этот аромат и он немножко душит меня не знаю может быть возможно возможно если мои подруги зайдет она иногда у меня спрашивают у тебя есть там какой-нибудь крем запасах дорог которым ты не пользуешься я и предложу если понравится аромат то возможно это будет у нее а я буду чем-то другим пользоваться но пока вот он идет на сентябрь уход просто просто учет они ну немножко тяжеловат для меня работа в основном он принципе классно причем на холодное время года на холод на холод как бы он нормальный такой ромотникает с улучшающим а когда жарко то вот так но хоть и вот тут почти никак но что-то там все еще есть это у нас гакуна торговая марка гакон серия минус деликатный гель да и же генненький на гигиена на него начала когда я выше купила на него начала писать обзор и он так его цены не то может шорста у меня был а а вот видео вот в таком формате все никак не напишется точнее даже не домонтироваться может вам просто начало конец ставить и подписать договорить что да вот он вполне себе ничего 36 месяцев после скрытия 12 месяцев после скрытия через 36 месяцев срок годности у меня где-то с января в общем ну возможно он будет пустых баночках неплохая штука так мне тут соль от лёдечки я кстати вот видите что на и полная тут и принимала с ней ванну может быть даже пару раз спа билара мне кстати нравится эти соли от лары соли грейпфрутом хороший такой ароматик ну как бы расслабляющий эффект есть не очень понравилось спасибо лёдочка вот возможно я постараюсь сентябре принять ванну с ней все как бы я хотела когда приеду сделаю ванну вчера мне просто вообще сил не было к вечеру как-то очень жарко было я отдавала богом душу в очередной раз и перестала и отдавать буквально вот где-то телефон там где-то короче где-то часа три сейчас уже вот лесной бальзам все никак не закончится меня там еще оказывается неполноценный флакон другого лесного бальзама но этот чего-то у нас вообще ополаскивать для полости рта я думаю его доделать в сентябре и следующий тоже потом доделать может быть уже в октябре вроде я ничего не забыла если чё забыла но это в так мне напишите это забыла вот это не вот это вот и я в следующий раз постараюсь подготовиться короче если хотите поддержать канал но до сих пор не в курсе youtube российским блогером отключил монетизацию мне в том числе то можете поддержать меня переводом по системе быстрых платежей на карту по номеру телефона который указан в инфобоксе либо в райзере канале на бусти да хочу сказать спасибо юле и язык из лавандовая девочка за донат на бусте ну внезапно я получила вывод с него но бусти как бы нежелательно потому что как что-то летом он со мной конфликтовал короче вы можете поддержать меня по системе быстрых платежей если хочется через вкпай через your money или даже через телегу там какой-то кошелек образовался я внезапно в деревне увидела здесь будет вот облачко поддержи люльку я буду перечислять кому спасибо да спасибо еще ульяне за донат от еще раз юли за донат и настя за донат и очень приятно девочки что поддерживаете мой канал но и как бы если досмотрели до конца если вдруг внезапно приперлись сюда и вам это понравилось можете поставить пальчик вверху если вы при этом не подписаны можете подписаться впереди вас ждут много всякого всего ну и пока